Слава Богу, Шафара, голос Шафара, Филд Бриско, играет, трубит, шафарит, Аллилуйя! Голос Шафара Голос Шафар Голос Шафар Голос Шафара Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Alléluia 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 Царям Ашиаха, Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя. 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 О, спасибо тебе, Господь, Царь Вселенной. Благословен Господь, благословен, благословен Господь, благословен. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты, Царю Небесный Утешитель. Ты, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни податель. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благое души наши, святый Божий, Аллилуйя, слава тебе, святый крепкий, Аллилуйя, святый бессмертный, хвала тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. О, аллилуйя. Я песни пою тебе, Иерусалим, молюсь за мир тебе, Иерусалим, храни Господь тебя, Иерусалим, да будет мир тебе, Иерусалим. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Святой, Святой Бог наш, слава тебе, слава тебе, и хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Шалом, шалом, Иерусалим. Аллилуйя. Да, братья и сестры, уже завершается шестой месяц от Пасхи, отчитывайте след. Как Бог оповелел своему народу. И скоро начинается седьмой месяц, о котором Бог сказал в другом месте, в Левит, в 23 главе, что праздник трубы, праздник трубного зова. Остается неделя, остается неделя, остается неделя до праздника. Следующая ночь будет ночью праздника трубного зова, праздник трубления. Следующая ночь подключайтесь, друзья. Также вот с воскресенья, получается, на понедельник. Это будет ночь на первое чешли, уже в 5779-го года, от сотворения мира. Да, наступает уже, заканчиваются последние дни, последние недели остается, в 5778-го года. И начинается уже, да, 5779-й год от Адама, от сотворения Адама. Праздник трубления, праздник шафаров. Это можно так выразиться в день рождения нашего пра-пра-пра-пра, общего нашего пра-отца Адама. Сотворение человека, сотворение удивительное, из праха земного Бог создал 5770, вот почти 9 лет назад, нашего пра-пра-пра-пра-папу. Удивительная история здесь, к сожалению, здесь, да. А, еще есть шафары. Да, слава Богу. И удивительная история Библии раскрывается нам. Пришествие, будем так говорить, создание, да и пришествие, пришествие второго Адама, тоже связано как раз с этим удивительным праздником, и вообще с осенними праздниками. И первое, и второе пришествие Господа нашего Спасителя Иисуса Христа и Ишуа Машеха связано как раз вот с этими наступающими уже на днях, приближающимися осенними праздниками. И хотя обычно о Рождестве Христа принято в христианстве говорить зимой, ну, из-за такой древней антисемитской традиции, к сожалению. И принято об этом в декабре, в январе рассуждать. Christmas time, это вот, ну, декабрь месяц. Но на самом деле, исторически, это произошло вот в это время. Сейчас можно так выразиться, Christmas time, если брать... Вот, слава Богу. Так что, друзья, благодарю Бога Всемогущего за то, что Он сотворил нашего пра-пра-пра-пра-отца Адама. Но более всего, более всего, конечно, благодарю за нового Адама, за нового человека, Иисуса Христа. Новый Адам, который своей кровью искупил нас. Агнец Божий, от века закланный. Кстати, трубление труп этих, это напоминание о жертве. Напоминание, да, конечно, о пришествии царя, трубление, торжественное оповещание, коронации царя также. И о жертве, напоминание о жертве, потому что сами шафары изготавливаются из животных. Это не просто там из золота, серебра, из меди, нет, нет. Это труба, сделанная из рога животного. Поэтому это напоминание, как бы, напоминание о жертве. Для нас, новозаветных верующих, это напоминание о жертве Машиаха. Это напоминание о жертве Иисуса Христа, Спасителя нашего, Господа нашего, Искупителя нашего. Это напоминание о победе Бога. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Господь, Святой, благоставляю великое имя Твое. Этим вечером на этой молитве благоставляю великое имя Твое, Господь, слава Тебе. Благоставляю, Боже, Аллилуйя. В пришествии Господни, братья, сестры, приближается. Звуки шафаров, они оповещают о пришествии Господнем. И мы знаем, что будет второе, как мы говорим в христианстве, принято так говорить, второе пришествие Иисуса Христа. Хотя Он никуда и не уходил. Да, Он телом вознесся, но Он с нами во все дни, во все дни до скончания века. И Он в наших сердцах, в сердцах верующих. И Он среди нас, когда мы даже двое или трое собраны во имя Его, Он посреди нас, посреди народа своего. Благословенно имя Господне. Спасибо тебе, Господь, слава тебе, слава, слава тебе, Боже. Ты с нами во все дни до скончания века. Но как Он в теле вознесся и воссел одесную Отца, то есть на почетном месте, на троне у Отца своего, на почетном месте возле Отца своего. Так Он вновь придет, как ангелы и сказали ученикам, помните, да? Братья наши, я представляю, немая сцена, а они увидели Господа возносящегося. Это было потрясающе. Да, жалко в то время не было технологий, цифровых, да и вообще никаких не было ни фотокамер, ничего, ни кинокамер. Я думаю, это было потрясающе, завораживающее зрелище. Художники воспевают это в игонах, в картинах, в фильмах это показывают. Как это могло выглядеть по-разному представляют режиссеры, художники. Но я знаю одно, что на самом деле ни искусством кино, ни живописью не передать всего того, что тогда ученики просто завороженные, завороженные этим чудом наблюдали. Потому что Он возносился на небо. И не просто на небо Он вошел, а это как бы духовные эти измерения, иные измерения божественные открылись. Как вот сейчас слова такие есть, порталы. Вот это удивительное восхождение. Потому что Он не просто вошел там на околоземную орбиту, куда-то еще там перенесся в космос. Нет, Он действительно в самое небо. Поэтому ученики просто смотрели завороженно. И они не могли даже уйти с этого места. Пришли ангелы, помогли им, они сказали, Что смотрите сейчас на небо? Да, Он ушел таким образом. Да, красиво, да, прекрасно. Но Он также придет. Будьте уверены. И ученики пошли в Иерусалим. И они пребывали вместе в общении, в преломлении хлеба. Да, кушали вместе, общались, молились. И они ожидали обещанного от Отца, Духа Святаго. Они ждали обещанного. И, конечно, не все дождались, как бы не все были в ожидании, были вот так постоянны, что ли. Но человек 120 написано из них, из этих учеников, мужчин и женщин, в том числе и Матерь Господа Иисуса Христа, Мария. Кстати, Мария, мама Иисуса Христа, она, вот, последнее упоминание Библии, именно как раз, да, в том эпизоде деяний апостольских, когда все, они дружно ожидали обещанного от Отца. Они ожидали и дождались при наступлении Дня Пятидесятницы. Действительно, чудо это произошло. При наступлении Дня Пятидесятницы, Руах Акадош, Дух Святой, Руах Адонай, Дух Господний, сошел с небес на землю в виде огненных языков и почил на них и благословил их Бог. Они напоились Духом Святым и так напились этого Духа Святаго нового вина в Царстве Бога, что даже многие люди, которые пришли, это зрелище, но ведь такого не каждый день увидишь. Вихрь пронесся, шум такой по всему городу, и люди-то сбежались. Что такое, что здесь произошло? Но, знаете ли, наверное, даже эксперименты Николы Теслы не вызывали такой ажиотаж, потому что, знаете ли, здесь не просто эксперименты ученого, а в лаборатории здесь. Действительно, этот фейерверк Духа Святаго, это небесное измерение, Божья реальность как бы вторглась в нашу земную реальность. Более реальная реальность открылась здесь на Земле. Удивительная история. Да, и даже некоторые из пришедших, сбежавшихся туда, на это зрелище, на это шоу, на это просто, ну, событие, сказали, а это просто напились. С утра пораньше напились сладкого вина. Не слушайте их. Вообще, это что такое, они там ели языком. Значит, и они лежат там, потому что они встали, да, восстали. Значит, Петр там, слава Богу, с братьями, со всеми, да, и удивительно, конечно. Вообще, в Писаниях, вот эти праздники Господни, о которых говорится в Библии, они, ну, большей части уже исполнились, да. Многие празднества уже исполнились. Допустим, Пасха, наша Пасха, теперь это не только выход из рабства, не только мы события вспоминаем, то, что произошли в 3330 лет, с половиной даже, кстати, а уже и шесть месяцев назад. Нет, не только это вспоминаем мы, не только Великий Исход, не только мы Иссею вспоминаем, не только поем мы, Let's my people go, да, и другие пасхальные песни поем. Да, поем, да, вспоминаем, да, совершаем пасхальный седр. Но новозаветное исполнение Пасхи, это сам Ишуа Машиах. Это сам Иисус Христос Господь наш. Аллилуйя. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! День Пятидесятницы, Шабуот, для нас это тоже праздник исполнившийся, слушайте, тоже исполнившийся праздник, библейский праздник Пятидесятницы, праздник Шабуот, день дарования Торы, да, мы вспоминаем, конечно, с благодарностью к Богу, то, что тогда произошло, тогда же, три тысячи триста тридцать лет назад, во времена Моисея, пророка, Бог даровал заповеди, там на горе при гласе, при этих молниях, громах, конечно, народ был в ужасе, и во время протяжного, вот если обратили внимание, шафар трубит, и есть такие прерывистые, да, звуки, а есть протяжные звуки, у небесных шафаров тоже, у небесных труб тоже так, есть прерывистые такие звуки, а есть протяжные, почему мы это знаем, потому что Библия об этом говорится, что на небесах тоже есть подобные, потому что, когда Моисей, пророк, сходил на гору, то тогда прерывисто звучало, и нельзя было гореть, даже приближаться, касаться нельзя было ее, не только человеку, даже животному нельзя было касаться, был строгий запрет, гору очертили, все, нельзя туда заходить вообще, но дальше там ведь сказано, ведь во время протяжного трубного зова могут они взойти на гору, Бог сказал, то есть Бог повелел при прерывистых этих, когда небесные шафары, шафарили, трубили они эти трубы небесные, прерывисто, только один Маше, Робейну, он, Моисей, учитель, смог взойти туда, но когда протяжные затрубили уже звуки, тогда весь Израиль, все пришельцы, вместе вышедшие с Израилем, один народ, язычники и евреи, евреи и язычники, все уверовавшие, потому что Пасха это праздник, не только там национальный, еврейский, не, 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 это гораздо больше, это праздник Господний, и это праздник интернациональный, это праздник действительно веры, праздник веры Израиля Божьего, из евреев и неевреев состоявших, тогда множество евреев вышло, но множество и неевреев, с разных народов пришельцев, из Египта вышли, и они тоже пошли за Моисеем, слава Богу, но во время протяжного, трудного зова, к сожалению, ну, теперь что жалеть, это уже история, народ не захотел подниматься, испугались, не нашлось никого, из миллионов, кто следом за Моисеем, поднялся бы на гору, никто не решился, наоборот, они развернулись, и сделали прямо противоположное, отошли в сторону, Моисей на горе был с Богом, но люди не вошли на гору, но спустя, много покамений, два тысячи лет назад, именно при наступлении дня Пятидесятницы, пронесся вихрь, опять этот вихрь, да, небесный, ой, спасибо тебе Господь, шафар, тоже шафар, на разных языках здесь, да, это те, кто, а, здесь как бы рассказ, о том, что есть такой шафар, слава Богу, на разных языках, разных народов смотрю, шафарят, я видел записи американских церквей, достают шафары, один из пастырей сказал, что еще лет 30 назад, очень мало кто из церквей имел шафары, вообще как бы, а теперь это повсеместно, даже наоборот, редкую церковь можно найти, в Америке, где нет шафара, и не шафарят, это для меня великое откровение, великое знамение, в Латинской Америке, в Мексике, в Бразилии, в Аргентине, записи в церкве смотришь, достают шафары, шафарят, думаю, слава Богу, братья, молодцы, слава Богу, у нас, смотрю, все чаще и чаще в церквях, вижу шафары, вот, шафарят не так часто, но, вижу шафары уже, вот, ставят сами свежники, это действительно, это дух времени, это действительно, вот, Господь грядет, Машиах грядет, Иешуа Машиах, Христос и Иисус грядет, и самодификация церкви, действительно, восстанавливается, великая ревизия в церкви происходит, всякое наносное, оккультное, языческое, бесовское, душевное, отпадает, и восстанавливается, Божье, святое, библейское, удивительно, великая реформация продолжается, дамы и господа, эпоха великой реформации, уже пять столетий продолжается, сегодня, на этом этапе, уже двадцать первое столетие, братья, удивительно, пятьсот один год уже, с момента начала, этой эпохи великой реформации уже прошло, слушайте, да, вот в октябре будем пятьсот один год уже вспоминать, Бога благодарить будем за все, в октябре, была эпоха великой деформации, деградации мирового христианства, но пятьсот лет назад, слава Богу, началась эпоха великой реформации, то бишь, покаяние, реформация, это как покаяние, исправление, работа над ошибками, возвращение, перемена сознания, изменение мышления, это все реформация, реформация, есть деформация, это или деградация, отступление, а это покаяние, возрождение, восстановление, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь Вселенная, и перед пришествием Господним, я верю, тело Христово будет действительно еще более-более охвачено, заворожено этой великой любовью Господней, Небесного Отца, и Слово Его воссияет по всей планете, Аллилуйя, уже сейчас сияет, с помощью интернета сегодня, миллионы людей слышат Слово Божье, в разных странах, даже в тех странах, в которых еще Слово Божье не так открыто проповедуется, Бог, спасибо тебе Господь, сегодня, действительно, благодарим Бога, давшего нам интернет, и повелевшим использовать его, в деле евангельском, спасибо тебе Господь, за все, спасибо тебе, святое еще освещается, правда, нечестивым это служит для еще большего нечестия, но праведным, для того, чтобы творить правду еще, слава Богу, слава тебе Господь, и Пятидесятница, тоже исполнившийся праздник уже, и вот праздник Шафаров, праздник Трубного Зова, Йом-Хатруа, Йом-Труа, праздник, вот наступающий, неделя остается до него, хотя в народе еврейском, обычно он называется по-другому, обычно мы его знаем, как Рош-Хашана, Шагана-Това, 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 ну, обычно все это знают, да, эти песенки, такие новогодние, ой, еврейские, у меня здесь даже есть, такая маленькая иллюстрация, Шафара нет, у меня есть яблочки, эх, яблочки, да на тарелочке, еврейские наши, яблочки, и мед, хами, мед, да, слава Богу, опять же, реклама, надо найти записи Шафаров, и прям поскачивать их, на телефон, чтобы они были прям вот, и яблоки с медом, что это, это вот тоже один из знаков, нашего Нового года, да, еврейского Нового года, обычно языческий, там, как бы, так, европейской культуры, да, это ассоциируется Новый год, с чем там, с Антой там, и с елками, да, наш еврейский Новый год, он ассоциируется у нас обычно, яблоки с медом, я даже видел в сети, такие картинки шуточные, мед такой, и в него положили там, вот, так что, да, яблоки с медом, вот, ассоциация очень хорошая такая, это Новый год, мы говорим всем сладкого вам, Нового года, благодарим Бога за сладостный Новый год, да, вот шафар нужен, конечно, шафар, да, поэтому, если вы в Киеве, если у вас есть шафар, то, ну, и вы думаете, кому же благословит, вот, ну, как бы, теперь знаете, вот, и, вообще, молюсь за музыкантов, слушайте, если вы в Киеве, и вы играете на каких-то инструментах, и у вас есть какой-то там инструмент, то, сегодня молились за бандуру, допустим, или не бандура, как называется, да, бандура, вот, разные музыкальные инструменты, пусть на разных музыкальных орудиях, инструментах славится имя Господне, имя Спасителя нашего Иисуса Христа, да, друзья, благоставляю всех вас, возлюбленные, благоставляю во имя Господне, сегодня было служение у нас в церкви, молились сегодня за, вот это вот, свято подяки, день, праздник, благодарение, 23 сентября будет, на Хрещатике, будем гулять, молиться, благоставлять Бога, евангелизировать, так что, впереди большое, свято такой, большой праздник, вот, много хороших праздников, очень хороших праздников, в разных государствах, ну, есть праздники, не очень хорошие, честно говоря, значит, есть вообще нехорошие, Но есть хорошие праздники. Благодарение, день Благодарения, свято, праздник Благодарения. Это хороший праздник. Очень хороший. Богу спасибо сказать. Это никогда не поздно и никогда не рано. И вообще это всегда, это каждый день можно праздновать. Слава Богу. Есть семейные праздники, есть государственные праздники, религиозные праздники. Вот Курбан-Байрам, допустим, я татар поздравлял, поздравлял. Здесь вот кто кого видел? Чеченов, азербайджанцев здесь поздравлял. Но я говорил им, я говорю, братья, для меня мой Курбан-Байрам это сам Исамасих. Иисус Христос мы называем его на русском. Иисус Христос. А так на арабском Исамасих. Он мой Курбан и Байрам. Поэтому любой праздник можно как бы так вот, в принципе, как-то осмыслить, как-то переначить. Вот. Но, знаете, друзья, есть праздники Господни. И вот приближающийся праздник, чем, хотя его христиане многие игнорируют, к сожалению, но это очень великий праздник. Это огромный праздник, потому что это праздник нашего Папа Небесного. Это праздник Бога, в первую очередь. Это праздник Иисуса Христа. Даже рождественские гимны можем спеть. В прошлом году уж пели, в позапрошлом тоже пели, как раз вот на эти праздники осенние. Многие, правда, как бы так удивлялись, приходили и говорили, как Рездво, а там рождественские песни мы пели. Там вифлее Меднес Мария Пречиста, породила в вертепи нам Христа. Слава во Вишній Богу, слава во Вишній Богу, и мир всем на земле. Слава во Вишній Богу, слава во Вишній Богу, и мир всем на земле. Слава во Вишній Богу, слава во Вишній Богу, и мир всем на земле. И аллилуйя. Да, и другие песни рождественские пели мы на русском, на украинском, на английском даже пели. Прекрасно, мне очень понравилось. Ну и, конечно, там я говорил о Боговоплощении, о чуде, пришествии Машиаха, того, кого Библия называет светом в просвещении всех народов и славой народа своего Израиля. Да, удивительно. Да, так что эти осенние праздники, они, ну, лишь частично исполнившиеся. Частично лишь. Они начали исполняться два тысячелетия назад, да, но они еще не исполнились. Это праздники будущего. Если весенние праздники мы празднуем, да, летние, ну, Пасха, Пятидесятница, то мы их празднуем как праздники, исполнившиеся уже, да, и в которых мы живем сейчас и наслаждаемся плодами этих праздников. Пасха наша Христос, Он захван за нас, и Он с нами во все дни до скончания века. Дух Святой пришел, и Он не ушел в тот же день, попрощавшись с нами. Нет, Он с нами здесь и в нас пребывает. Он всегда с нами, утешитель, открывает нам Писание, учит нас. Эра Духа Святаго. Шутка ли? Два тысячелетия уже продолжается эпоха Духа Святаго. Так что весенние и летние празднества, да, они как бы уже во многом исполнившиеся, ну, вообще исполнившиеся, точнее сказать, в которых мы живем, пребываем. Но осенние праздники Божьи, они пока для нас тайна. Таинственность, в смысле таинственность, потому что это праздники будущего во многом. Хотя частично уже исполнились, я вот говорю, первое пришествие Машеха было связано с этими празднествами. Рождество его. Он пришел, как Агнец Божий. Родился от Духа Святаго и Девы Марии. Воплотился. Так что он в псалме поется в рождественском гимне, украинском. Слово, очея, слова, очея взяло нася тіло, в темностях земных, в темностях земных сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангелы спевают, царя витают, поклин витают, пастыри играют, чудо-чудо повидают. Аллилуйя. Вот это слово, очея взяла нася тіло, мне так это нравится. И в темностях земных сонце засвятило. Прекрасно. Описывается вот этот момент Боговоплощения, пришествия Машеха, света истинного. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. Да, друзья, но праздник трубного зова для нас и вообще осенние праздники, я говорил уже, да, это праздники будущего во многом. И, как мы говорим, второе пришествие Машеха, тоже мы ожидаем как исполнение этих осенних праздников. Вот, в частности, вот праздника труб, праздника трубного зова, точнее, даже сказать, Йон-Труа, я говорил, да, оригинально называется так, Йон-Труа. И потом Йон-Кипур, Йон-Хак-Кипурим, да, Йон-Кипур, день искупления, вот, слава Богу. И потом Суккот, праздник шалашей, праздник кущей, кущей. Это как образ царства его, царство Машеха. Аллилуйя. Это будут потрясающие события в истории планеты. События планетарного масштаба. События потрясающие будут. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Здесь включаю эти шафары. Вот. И благодарю Бога Всемогущего. Есть другие уже звучания шафаров. Аллилуйя. Так вот, если вы музыканты, то напишите мне обязательно. Вот. Огромные желания, чтобы проставлялся Бог Всемогущий и в нашей церкви тоже на разных музыкальных инструментах. Разнообразно. И, конечно, шафары, шафарины, чтобы это прекрасно, это восхитительно, это удивительно. Здесь, в Украине, кстати, в Западной Украине, вот в Карпатах, да, кто бывал в Карпатах, ну и на Ютубе тоже есть записи, там полно таких записей, вот это, тримбина, да, называется, по-моему. Такие трубы, огромные трубы такие. Потрясающие. Тоже, кстати, да, праздник. В трубного зову праздник можно и потрубить даже такими огромными трубами. оповещают, допустим, о служении, да, потому что колокола это уже такое уже, наше уже такое больше человеческое подобие, будем так говорить. А то, шафар, это Божье установление трубы, Бог повелел так слабить его. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Благоставляю вас, братья и сестры. В шесть утра присоединяйтесь к утренней молитве, сделаем причастие, хлебопринамление утром, совершим причастие, евхаристию, приготовьте себе соку, завтра утром. Если нет сока утром, даже просто воды налейте себе, приготовьте хлебушка и в шесть утра включайте этот канал, трансляцию мою. Я буду утром короткую трансляцию делать с шести до, ну, там, может, минут двадцать-тридцать максимально. И я сразу выезжаю уже, значит, в семинарию. Завтра понедельник. Завтра уже преподаю в семинарии. Ну, а перед началом занятий будет раннее утреннее богослужение просто у нас еще. Студенты будут в семинарии, учащиеся, да, семинаристы, преподаватели. Вот. И доверили мне слово говорить как раз на служение завтрашнем, утрешнем. Поэтому я после трансляции сразу выезжаю, поэтому в шесть утра подключайтесь. Ну, кто не успеет, кто не сможет, тогда уже потом записи посмотрите, тоже преломите хлеб со мной. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю вас, братья и сестры, благоставляю благословением священников. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, благостави Израиля, благостави сегодня Иерушалаем, город Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Благостави всех евреев и в земле Израиля, и тех, кто еще совершает аллию, и тех, кто даже, может, еще и не думает об этом, но ты знаешь Господь всех. Боже, благостави и здесь, в Украине, и по всему лицу земли, Боже, во имя Иисуса Христа, Бешем Иишуа, Ганашиах, Аллилуйя. Благостави, Царь Вселенной, благостави Киев, благостави Украину и всю нашу испродавшуюся планету. Благостави, Господь. Боже, всемогущие завтрашние занятия в семинарии, благостави, Господь. Боже, помажь слово, учение, потому что от Тебя, от Духа Твоего Святого, действительно, мы учимся. Спасибо Тебе, Господь. Ты наш учитель, Ты наш наставник, и Тебе вся слава и хвала, наш Бог и Царь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благоставляю всех вас из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, жидовствующий, как нас еще называют, была такая на Руси ересь. Ересь, в смысле школа, направление, в хорошем смысле слова. Хотя это слово употребляют сейчас в ругательном, в большем смысле слова. Но, короче, направление такое было в православии. Такое духовное пробуждение было, толчок к такому сильному духовному пробуждению. Слава Богу. Вот. Сегодня продолжаем то, что тогда начиналось лишь, на самом деле, первые толчки. И сегодня пришло время этого извержения духовного, огромного духовного пробуждения. Слава Тебе, Господь. Шафары тоже, уже другие измечания. Спасибо Тебе, Господь. Кстати, я не спросил в семинаре, есть ли у них шафар. Было бы интересно тоже, чтобы пошафарить. Можно, хотя запись включить, в принципе. Шмай Сраэль, Адонай, Элогейнам, Адонай, Эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. Аллилуйя, Адонай, Егова, Адонай, Эхад. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Адонай, Элогейнам, Блага, Слави, Господь, Израильдах. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Ани, Ледоди, Ледоди, Ли. Я принадлежу моему возлюбленному тебе, Господь. Ты, мой возлюбленный, принадлежишь мне. Слава тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. У нас в Киеве нет своего помещения пока храма. Молимся сейчас об этом. Молимся. И я предчувствую уже, вот, ну, уже все. Бог положил на сердце это. Может, не сразу храм, но помещение свое, чтобы было. Тоже молитесь, присоединяйтесь, братья, хорошо? И служения будут разные тоже, и мессианские, и месихитские, и мусульманские, мусульман вероевангельской, иудейские, мессианские, то есть иудеев вероевангельской, христианские, такие классические служения, православные литургии, все ночные. Это будет действительно, как, Глеб сказал, там, общались мы, это все, мы говорим, это как храм у вас будет, авраамические религии. Но, я говорю, да, но христианские, ибо ни в ком нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Ишуа Машиах, Иисус Христос, Аллилуйя. Исама Сих, Иисус Христос, Хочется, чтобы тоже, такой баннер с разными флагами, а то будет еще с разными надписями. Центральный, конечно, будет на иврите, Ишуа Машиах, и на разных языках мира тоже, как вот флаги всех стран мира собраны вместе на таком одном баннере, так будет баннер, чтобы все вот на всяких языках мира, сколько там есть языков, там сотни, чтобы вот было написано Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, и еще Машиах. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, Царь Вселенной, слава тебе, аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, братья и сестры, до встречи завтра в 6 утра подключайтесь, возлюбленные, братья и сестры, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь.